У меня здесь целая курица. Я ее помыла, хорошенько полотенцем просушила. Сейчас нам нужно убрать хребет. Вот так вот с помощью ножа вырезаем полностью вот этот позвоночник. Потом его можно использовать на бульон. Итак, вырезали хребет. Смотрите, что у нас получилось. Вот так вот перевернули ее. Это у нас пузико. Животиком вверх и вот так раскрыли получается. Смотрите, как красиво получилось. Дальше, что нам нужно. Здесь у меня специи и соль. Специи можете брать любые, которые подходят для курицы, либо которые любите сами. У меня же это черный перец, куркума, соль и смесь перцев. Также 3-4-5 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка лимонного сока, 50 грамм сливочного масла и цедра лимона или апельсина. Также зелень. Это у меня петрушка, небольшой пучок. Сейчас все нам нужно перемешать петрушку или на блендере или просто ножиком мелко порезать. То же самое с чесночком и все это смешать в такое пюре. Итак, сейчас все смешиваем. Здесь у нас мелко порубленная петрушка, здесь цедра лимона и чесночок через пресс пропустили. Все это смешать. Также добавляем сюда же специи. Можно использовать блендер, но честно говоря, я не хотела пачкать блендер ради этой капли. Аромат обалденный вкусно, вот прям кошка захотела. Так, окей, хорошо. Итак, сейчас берем нашу курицу. Смотрите, здесь вот так аккуратно я уже сделала, но она в принципе отстает достаточно просто. Вот так вот с помощью пальчиков как бы немножечко аккуратно поднимаем эту шкурку. Везде стараемся. Вот так вот видите, прошлись пальчиком. Обязательно также здесь не забывайте, чтобы вот, вот эти части. Вот так ее оттягиваем от мяса со всех сторон. Вот так вот так вот так вот так и сейчас берем наш соус просто вот так даже на руку и начинаем этим соусом делать массаж только под шкуркой. Зрелище не очень приятное, но поверьте, это того стоит. Везде-везде стараемся сделать, чтобы этот соус попал и оставим на несколько часов мариноваться. Перевернули курицу и также не забываем здесь тоже смазать все. Сюда обязательно вот так вот. Сейчас оставляем на несколько часов, чтобы она замариновалась. Для этого рецепта нам понадобится 2 кабачка. Я их порезала вот такими достаточно тонкими пластинками. Вот также сыр, маринованные перчики, либо же помидоры вяленые, кое-какие специи, соль и оливковое масло. Также для украшения любая зелень, которая у вас есть, подойдет. Это может быть укроп, петрушка, либо же свежая мята. Сейчас берем эти лодочки и складываем в тарелку. Все хорошенько нужно посолить. Далее добавляем сушеные травы, Немножечко оливкового масла или любого растительного масла и все руками, либо же как вам более удобно. Все хорошенечко нужно перемешать так, чтобы каждая-каждая половинка была в специях. Оставим вот так промариноваться буквально на 5-10 минут. Далее берем сковородку, хорошенько ее нагреваем. Также это может быть что-то для гриля, тогда будет еще интереснее. Но у меня это сковородка. Вот мои кабачки. Сейчас я нагрею сковородку и буду обжаривать с двух сторон кабачки. Перевернули на вторую сторонку и обжариваем на второй. Итак, кабачки готовы. Сейчас берем каждый из них и вот так аккуратненько промазываем сыром. Количество сыра также будете регулировать. Немножко дайте остыть кабачкам обязательно. Если вы любитель чесночка, то можно добавить и чеснок в сыр и все хорошо размешать. Следующее, что нам нужно, берем кусочек вяленого перца или помидор, кладем сюда. И начинаем. Также нам еще нужна зелень, естественно. Вот такой кустик пускай будет. И начинаем заворачивать аккуратно. Так. Посмотрите, какая красивая, нарядная тарелочка у нас получилась. Здесь некоторые я положила мяту свежую, здесь укропчик. Это может быть также и петрушка. В принципе, без разницы кабачок сочетается со всей зеленью. Так что вот такой рецептик вам в копилочку. Обязательно приготовьте. Далее на крупной терке натираем морковку. Берем сковородку, включаем плиту, где-то на средний огонь. Немножко нагреваем. Добавляем 5 столовых ложек оливкового масла, либо любого растительного. Нагреваем маслом и будем пассеровать в течение 2-3 минут морковку в этом масле. Буквально до того момента, когда морковка немножечко поменяет цвет и станет не такой яркой. Итак, морковка готова. Выключаем плиту и даем немножко ей остыть. Тем временем займемся соусом с заправкой. Итак, девочки, для заправки мне понадобится сузми-йогурт, то есть такой густой йогурт. Также чесночок немножко, можно черный перец, соль по вкусу и майонез. Майонез желательно очень вкусный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот еще одна закуска. Посмотрите, как красиво выглядит. Невероятно нарядно. Очень просто и очень быстро готовится. А украшением стола будет 100%. Можно не сомневаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие порции. Красота! Украсили здесь грецким орехом и свежей мятой. Также может быть любая зелень. Класс! Итак, для следующей закуски вот что нам нужно. Огурчики свежие, желательно прямые, достаточно длинненькие. Чесночок по вкусу, кунжутные семечки, укропчик, сыр и красная рыбка. Сейчас покажу, как это все приготовить. Получается очень вкусно и очень нарядно. Вот берем что-то подобное. И вот так вот. Огурчик и поехали. И получаются вот такие тоненькие пластинки. И так будем делать соус. Для этого берем сыр. Отлично. Также сюда нам нужно выдавить чесночок через пресс. Или вот на такой маленькой терочке натираем чеснок. И специи можете брать по вкусу. Укропчик. Мелко порубили. И также порубили такими кубиками красную рыбку. Тоже добавляем сюда. Все хорошенько перемешиваем. И начинка готова. Количество ингредиентов пробуйте на вкус. Как вам больше нравится. Чего-то можно больше добавить, чего-то меньше. Все по вашему вкусу. Вот так вот берем начинку. Выкладываем на огурчик. Количество тоже регулируйте. Чем длиннее огурчик, тем длиннее получится у вас такие полосочки. У меня огурчики такие средние. Можно и длиннее, конечно, поискать. Вот так. Попробуйте один ролл такой закрутите. И увидите, как вам больше нравится. Больше начинки или меньше. Вкуснота. Это прям отличная замена суши. Вот так берем. И закручиваем аккуратненько. И вот такая красота и вкуснота готова. Также берем еще немножко кунжутные семечки. Вот так красиво сверху посыпаем. Если есть авокадо спелый, то его также можно добавить в начинку. Поверьте, это невероятно вкусно. Посерединке я поставлю соевый соус. И когда будете кушать, просто немножко поливайте соевым соусом. И приятного аппетита! Следующая, быстрая и очень вкусная закуска. Это такие шарики Рафаэл. Они готовятся по-разному. Вариации есть разные. Я покажу, как обычно делаю я. Здесь у меня желток и белок. То есть яйцо на мелкую терку натерла. Дальше плавленый сырок. Я его предварительно заморозила. То есть он такой замороженный. И тогда он проще натирается. Видите? Вот. И точно так же крабовые палочки. Они тоже у меня замороженные. Я тоже их натирала на мелкую терку. Сейчас будем заправлять. Добавляем майонез. Можно чесночок, если кто-то любит. В общем, любые соусы, которые вам больше подходят. Например, майонез может быть с чесноком. Тоже как вариант. И вот так сейчас хорошенько все размешаем. Добавляем майонез до того момента, когда вы поймете, что уже можно что-то из этого лепить. Ну и так. Берем. Размер зависит от того, как вы хотите. Я делаю чуть поменьше, чем грецкий орех. Руки можно намочить. Но у меня, в принципе, достаточно такая масса липкая. Поэтому я ничего делать не буду. Вот такой шарик. И сейчас берем крабовые палочки. И вот так можно немножечко даже прижимать. Но так не сильно, чтобы не сделать лепешку. Вот так качаем, качаем. Вот такая красота получается. Можно, конечно же, сделать начинку. Например, кукурузу. Либо еще что-нибудь. Но я этого не делаю. И вот, что у нас получается. Вот так красивенько выкладываем на тарелочку. И все. Закуска готова. Разделяем белки от желтков. Очень осторожно. Добавляем буквально одну щепотку соли. И на средних оборотах начинаем взбивать. И на средних оборотах начинаем взбивать. И так все уже готово. Как обычно, можно перевернуть. Да, видите, ничего не падает. Все прекрасно. Сейчас добавляем кукурузный крахмал. И так сейчас желательно, конечно, нарисовать на пергаментной бумаге основу, которую вы хотите. Сейчас мы ориентируемся на тарелку. Вот на эту тарелку. И вот так просто ложечкой или шпателем кулинарным. То есть как вам больше удобно. Разровняем. Чтобы было. Такой красивый тортик. Сейчас ставим в разогретую духовку на 140 градусов. Где-то на 60 минут. Итак, где-то 45 минут уже прошло. Сейчас я выключаю духовку и оставляю на минут 5-10. А потом потихонечку открою дверцу. И будем доставать, смотреть, что у нас получилось. Итак, сейчас немножко разрезали пополам. Смазала кремом. Одну половину крема сюда. Взбитые сливки. Это у меня без сахара, без ничего. Сейчас выкладываем фрукты. Итак, вот так вот после крема ягодки. И сейчас вторым слоем закрываем. Итак, вот сверху тоже вторую часть крема. И сейчас украшаем ягодками. Вот что получилось. Он немножко, конечно же, потрескался. Но абсолютно не страшно. Главное, вкусно и красиво. Так, сейчас значит у нас здесь мука. 500 грамм. Evet. 4 бардак ун koyduk. Гереться, инаве yapacağız. Еще добавим, если надо будет. Добавляем дрожжи сюда 7 граммов. Моямызу koyuyoruz. Ванильный сахар. Немножечко перемешаем. Шекер. Сахар. Evet. Туз. Немножко соли и цедра, апельсина или лимона. Портакар, рендеса. Угу. 1 бардак сюр. 250 миллилитров молочка теплого. 2 тани yumurta сырсы. 2 yumurta. 2 яйца добавляем. И вот так постепенно аккуратно замешиваем тесто. Итак, здесь у меня творог, он домашний. Сейчас я добавлю сюда 2 яйца. Итак, добавляем ванильный сахар для аромата. И 50 грамм обычного сахара также добавим. Отлично. Сейчас все нужно перемешать, а потом будем взбивать с помощью ручного погружного блендера. Итак, смотрите, какая кремообразная масса у нас получилась. Вот такая равномерная. Сейчас добавляем сюда любые сухофрукты. Это у меня изюм и вот такие. Все хорошенько нужно перемешать. Если изюм или сухофрукты ваши такие достаточно влажные, можно добавить немножко крахмала. Одну, например, столовую ложку или чайную ложку, в зависимости от количества. Так, все хорошенько перемешаем. И наша начинка готова. Ароматная, вкусная и красивая. Итак, смотрите, как подросло наше тесто. Вот какое оно воздушное стало. Сейчас его немножко нужно обмять, чтобы вышел лишний воздух. И дальше процесс покажу. Одну часть будем использовать немножко позже, а вторую сейчас. Нужно раскатать по диагонали, как форма. Форма у меня вот такого плана. Я ее смазала немножко маслом, на всякий случай. И сейчас приблизительно такого же размера будем раскатывать вот этот колобок. Итак, друзья, раскатали. Приблизительно можно вот так приложить, посмотреть. Все окей. Сейчас аккуратненько берем. Так как тесто достаточно жирное, поэтому я даже не подсыпала муки. Ну, если прям сильно липнет, смотрите. Вот так. Вот так взяли. Следующую часть и делим ее на три. Вот сделали три такие полосочки. И сейчас соединяем их в одном месте. И начинаем вот так вот заплетать косичку. Как обычно. Как обычную косичку. Вот так вот. И так, косичку вот так хорошенько укладываем. Сейчас накрываем пакетом и оставляем расстояться. Еще на минут 20-30. Итак, ребята, смотрите, тесто уже подошло. Сейчас здесь у меня желток. Немножко налила туда молочка. Буквально 1 столовую ложку. Сейчас выложим сюда нашу начинку. И потом все остальное будем смазывать желтком. Итак, вот такая прелесть получилась. Немножко не хватило у меня теста на крестик. Но если сделать потоньше вот эти косички, то и хватит маленький кусочек теста на крестик посерединке. Ну, ничего. Вот такое у нас получается. Сейчас отправляем в разогретую духовку. Ее я включила на 170 градусов до приготовления. Итак, друзья, посмотрите, какая прелесть. Жалко, конечно, что не хватило теста на крестик. Надо было взять от этой колбаски, косички точнее. Но мне уже было неохота, честно говоря, все перекатывать заново. Поэтому вот как есть. Но получилось невероятно красиво. А такой аромат стоит на весь дом, что вам не передать. Просто вау. Смотрите, какая она даже высокая. Такая прям, ох, красота. Сейчас я сюда еще положу ангел. Пускай немножко остынет. И будет красиво и вкусно. Итак, друзья, следующий этап. Кладем курицу нашу, замаринованную. Вот так вот на решетку. Внизу, смотрите, здесь у меня овощи, картошка, морковка, грибочки. Грибочки я потом уберу. Потому что они быстро приготовятся. Можно также брокколи немножко позже добавить. В общем, какие овощи вы любите. Положила я их так посерединке. Немножко поперчила, посолила. Масла не добавляла. И смотрите, как я их ставлю. Ставлю как раз ровненько под курицу. То есть весь жирок, все вот это вот самое вкусненькое, все соки, мясные соки, все будут здесь, на картошечке. Поэтому все, включаем духовку и готовим до золотистой корочки, где-то минут 45. Посмотрим. Очень не терпится вам показать эту прелесть. Вы только посмотрите, какая красота! Субтитры сделал DimaTorzok И так, ребята, вот такой нарядный, красивый и очень вкусный стол у нас получился. Папа, не трогайте, пожалуйста. Смотрите, какая у нас пасха необычная. Вот такая сейчас покажу вам с этой стороны. Здесь украсили сушеными апельсинками и вот такой ангелочек из сахара. Еще покрасили яйца, да, красивые очень. И курочка. Я много игрушечных еще возьму и буду их красить. Ну, только... Очень-очень-очень такая сочная сушена. Ага. 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 Мой любимый это. Ага. Ага. В общем, Хепси Севден Дамекки, да? Отлично. И вот это прям очень вкусненько. Уже отрезали пашки кусочек. Очень вкусно. Смотрите, как нарядно. Прям обалденно красиво. Так что обязательно готовьте. Хепси Гюзель. Ага.